вали всю вину на одно мне бы хотелось немного поговорить еще в этом афоризме вали всю вину на одно фраза когда мир наполнен злом из предыдущего афоризма означает когда мир наполнен результатами цепляние заек когда мир наполнен цеплянием заека или привязанностью к определенному исходу возникает сильная боль однако такие болезненные ситуации можно трансформировать в путь бодхи один из способов это сделать свалить всю вину на дно чтобы выяснить как это работает давайте рассмотрим результаты обвинения других воскресенье попросила чтобы мне купили номер нью-йорк таймс потому что хотела посмотреть на результаты обвинения людьми друг друга в югославии сложилась очень болезненная ситуация хорвата и сервы уничтожают и насилуют друг друга убивают детей и стариков если вы спросите людей с любой из сторон чего не хотят они ответят вам что просто хотят быть счастливыми сербы просто хотят быть счастливыми они видят в хорватах врагов и думают что единственный путь к счастью уничтожение источника их несчастья все мы думаем подобным образом если же вы поговорите с другой стороной они скажут вам что хотят того же тоже самое происходит в израиле между арабами и евреями то же самое происходит в северной ирландии между протестантами и католиками то же самое происходит везде и становится только хуже то же самое происходит в каждом уголке мир когда мы смотрим на мир таким образом мы видим что все сводится к одному факту. Никому никогда не предлагают почувствовать лежащую в основе происходящего тревогу, остроту, уязвимость. И поэтому мы думаем, будто обвинение других – это единственный путь. Достаточно прочитать одну газету, чтобы увидеть, что обвинения в адрес других не работают. Мы должны также посмотреть на свою жизнь. Как у нас дело с нашими Ваной и Анями? Часто это те люди, с которыми нас связывают самые близкие отношения. Они могут по-настоящему зацепить нас, поскольку мы не можем просто отмахнуться от них, переехав в другой конец города или пересев на другое место в автобусе, как легко поступаем в отношениях со случайными знакомыми, которых мы ненавидим. Смысл в том, что если мы считаем, будто между нашими отношениями с раздражающими нас людьми и ситуацией в Северной Ирландии, Югославии, Сомалии или на Ближнем Востоке есть разница, мы глубоко заблуждаемся. Если мы думаем, что между тем, как коренное население относится к белым и как белые относятся к черным, и любой другой ситуации на Земле есть разница, мы сильно ошибаемся. Мы должны начать с себя. Если все люди на планете начнут с себя, мы можем увидеть довольно масштабное ослабление агрессивной энергии, ведущей к Холокостам во всем мире. Вали всю вину на одно, или если вам так больше нравится, примите всю вину на себя, кажется довольно мазохистским афоризмом. Кажется, что в нем говорится «избивайте меня, закопайте меня в навоз, накажите меня как следует, бейте меня ногами в лицо». Однако к нашей всеобщей радости смысл совсем не в этом. Один из способов начать практику сваливания всей вины на одно – начать замечать, какие чувства возникают, когда вы обвиняете другого. Что на самом деле скрыто под всеми разглагольствованиями и разговорами о том, насколько кто-то неправ? Как обвинение ощущается в вашем животе? Когда мы направляем на это внимание, мы видим, что почему-то начинаем развивать храбрость, а также сострадание и честность. Когда в нашей жизни возникают по-настоящему непроработанные проблемы, мы прекращаем попытки убежать и начинаем проявлять к этим частям себя любопытство и открытость. Вали всю вину на одно – это здоровое и сострадательное наставление, которое выводит из строя нашу непреодолимую тенденцию винить всех остальных. Это не означает, что вы должны винить себя вместо других. Это означает прикосновение к самому чувству обвинения. Вместо того, чтобы защищать себя и отгораживаться, начните устанавливать контакт с тем фактом, что под вашими доспехами есть уязвимое место, и обвинение, наверное, один из тех доспехов, над совершенствованием которых мы потрудились больше всего. Вы можете расширить этот афоризм за пределы того, что мы называем обвинениями, и практиковаться, применяя его в общем смысле, когда что-то идет не так. Когда вы чувствуете, что-то идет не так, позвольте фильму продолжаться и закончиться на том, что лежит под ним. Вы можете заметить, что когда вы отпускаете слова, когда перестаете говорить самими собой, что-то все же остается, и это что-то обычно очень мягкое. Поначалу это может казаться интенсивным и ярким, но если вы не отпрянете от этого и продолжите открывать свое сердце, то обнаружите под всеми своими страхами то, что можно назвать трепещущей чувствительностью. Дело в том, что, несмотря на существование учений и техник практики, каждому из нас все же нужно найти собственный путь. Что на самом деле означает открыться? Что означает не сопротивляться? Что это значит? Ответить себе на эти вопросы – путешествие длиной в жизнь. Однако эти учения и эта практика во многом поддерживают нас. Попробуйте отбросить объект обвинений или объект, с которым связано то, что идет не так. Вместо того, чтобы швырять в объект снежки, положите их на землю и соприкоснитесь неконцептуальным образом со своим гневом, праведным негодованием, ощущением, что вы сыты по горло, что вас все достало и т.д. Если мимо проходит Мортимер, Вано и Рианя, вместо того, чтобы разговаривать с собой о них на протяжении следующих четырех дней, прекратите говорить с собой. Просто следуйте наставлениям, которые получили, замечайте, что говорите с собой и отпускайте. Это базовое наставление Пашамадхи Випашини. То, что понимается под отбрасыванием объекта. После этого вы можете выполнить практику Тонглин. Если вы не подливаете масло в огонь гнева или страстного желания разговорами с самими собой, огню будет не от чего гореть. Он достигнет своего предела и угаснет. Говорится, что у всего есть начало, середина и конец. Однако, когда мы начинаем обвинять других и говорить с собой, кажется, будто это имеет начало и середину, но не имеет конца. Как ни странно, мы обвиняем других и уделяем так много внимания объекту нашего гнева или другого сильного чувства. Потому что боимся, что наши гневы, горе или одиночество продлятся вечно. Поэтому, вместо того, чтобы обращаться за горем, одиночеством или гневом напрямую, мы думаем, что положим им конец, если обвини в них кого-то другого. Мы можем просто разговаривать с собой о других, или даже ударить их, уволить их или накричать на них. Любопытно, но какие бы действия мы не совершали при помощи тела, речи и ума, или всех трех одновременно, мы думаем, что это избавит нас от боли. Афоризм, валив всю вину на одно, говорит, вместо того, чтобы всегда винить других, возьмите себе чувство обвинения, возьмите себе гнев, возьмите себе одиночество и подружитесь с ними. Используйте практику Тонглин, чтобы увидеть, как можно положить гнев, страх или одиночество в колыбель любящей доброты. Используйте Тонглин, чтобы узнать, как быть нежными со всеми этими вещами. Чтобы быть нежными и создать атмосферу сострадания к себе, нам необходимо прекратить говорить самими собой о том, как все неправильно, или раз уж на то пошло, как все правильно. Я призываю вас поэкспериментировать, попробовать отбросить объект ваших эмоций, выполнить практику Тонглин и посмотреть, уменьшится ли на самом деле сила так называемого яда. Я сама экспериментировала с этим, так как не верила, что это сработает. Я думала, что это просто не может быть правдой, и поскольку мое сомнение было так сильно, какое-то время мне казалось, что это не работает. Однако, по мере того, как мое доверие росло, я обнаружила, что происходит следующее. Интенсивность, а также длительность клеши уменьшается. Это происходит потому, что эго начинает проветриваться. Большое и плотное «я» – «я погряз в проблемах», «я одинок», «я зол», «я зависим» – начинает наполняться воздухом, когда вы просто идете против привычки и берете чувства себе, вместо того, чтобы обвинять других. Одно в афоризме «валив всю вину на дно» – это привычное желание защитить себя, цепляние за эго. Когда мы валим всю вину на эту тенденцию, беря себе свои чувства, полностью прочувствовав их, непрерывное монолитное «я» становится легче, так как оно сконструировано из наших мнений, настроений и огромного количества эфемерного и в то же время яркого и убедительного материала. Я знакома с одним 15-летним парнем из Лос-Анджелеса. Он вырос в районе с высоким уровнем насилия и с 13 лет был членом банд. Он был очень умен, и по любопытному совпадению его звали Вано. Он казался настоящим плохим парнем. Он был крутым, огрызался и всегда был готов броситься в бой. Он верил, что в этом заключалась вся его жизнь. Его мир был таким жестоким, что ему казалось, будто он может выжить в нем лишь в том случае, если будет вести себя самым дурным и гадким образом. Он, безусловно, был одним из тех людей, которые валят всю вину на других. Если вы задавали ему простейший вопрос, он говорил вам катиться куда подальше. Если он мог втравить кого-то в неприятности, то обязательно это делал. С одной стороны, он был настоящей занозой в мягком месте, но с другой, у него были способности и блестящий ум. Эти вещи всегда перемешивались, и вы одновременно любили и ненавидели его. Он делал возмутительные вещи и одновременно был блестящим и остроумным. И все же он был грубияном, он запросто мог ударить человека в лицо или толкнуть его. Можно было быть уверенным, это были лишь цветочки, по сравнению с тем, что он привык делать дома, где люди убивали друг друга каждый день. Его отправили в Болдер, Колорадо, на каникулы, чтобы он мог приятно провести лето в Рокки Маунтин. Его мать и другие люди пытались помочь ему получить хорошее образование и в конце концов покинуть тот кошмарный мир, в котором он был рожден. Люди, в которых он остановился, были как-то связаны с буддийским сообществом, и благодаря этому я познакомилась с ним. Однажды он пришел на мероприятие, где присутствовала Трунг Паринпочи, и под занавес Трунг Паринпочи спел гимн Шамбалы. Для всех нас это был ужасный опыт, потому что по никому неизвестной причине он любил петь гимн Шамбалы высоким, писклявым и надломленным голосом. Это мероприятие проходило под открытым небом. Трунг Паринпочи пел микрофон, звук разносился по равнинам на мире вокруг. И вдруг Вану не выдержал и расплакался. Все остальные чувствовали неловкость и смущение, но Вану плакал. Позже он сказал, что заплакал, потому что никогда прежде не видел никого настолько смелого. Он сказал, этот парень не боится быть дураком. Это оказалось переломным моментом в его жизни, поскольку он осознал, что тоже не должен бояться быть дураком. Его маска и постоянная готовность к бою защищали его уязвимые места, и он смог отпустить их. Поскольку он был таким умным и сообразительным, он понял, о чем речь. Его жизнь переменилась. Сейчас он получил образование и живет в Лос-Анджелесе, помогая другим детям. В общем, смысл в том, что мы склонны валить всю вину на Вану, так как Вану совершенно невыносим. У нас нет повода восстанавливать связь с тем, что лежит под всеми нашими словами ненависти, страстного желания и зависти. Мы просто раз за разом отыгрываем их. Однако, если мы практикуем этот афоризм и валим всю вину на дно, доспехи нашего цепляния за эго истончаются, и уязвимое место нашего сердца становится заметным. Мы можем чувствовать себя глупо, но нам не нужно этого бояться. Мы можем подружиться с собой. Будь благодарен всем Афоризм «Будь благодарен всем» связан с тем, что мы примиряемся с теми аспектами нас самих, которые мы отвергаем. Если мы сделаем это, то также примиримся с людьми, которые нам не нравятся. Если точнее, нахождение рядом с людьми, которые нам не нравятся, часто становится катаризатором нашего примирения с самими собой. Так что будь благодарен всем. Если бы нам потребовалось составить список людей, которые нам не нравятся, людей, которых мы считаем невыносимыми, угрожающими или достойными презрения, мы бы многое узнали о тех аспектах себя самих, которым не можем посмотреть в лицо. Если бы нам потребовалось охарактеризовать одним словом каждого из возмутителей спокойствия в нашей жизни, мы бы получили список собственных отвергнутых качеств, которые проецируем на внешний мир. Люди, вызывающие у нас отторжение, сами того не ведая, проявляют те аспекты нас самих, которые мы считаем неприемлемыми и которые обычно не видим. В традиционных учениях Паладжонг об этом сказано, что другие люди приводят в действие нашу непроработанную карму. Они показывают нам нас самих словно зеркало и дают нам шанс подружиться со всеми теми древними вещами, которые мы носим с собой, словно рюкзак с гранитными глыбами. Будь благодарен всем – это другой способ сказать, что мы можем учиться в любой ситуации, особенно если практикуем этот афоризм с осознанностью. Люди и ситуации в нашей жизни могут напомнить нам, чтобы мы заметили в неврозе невроз, увидели, что мы заперлись в своей комнате, опустили шторы, залезли под одеяло и намерены оставаться в таком положении. Вы можете извлекать уроки из всего, и на то есть причина. Вы обладаете фундаментальной мудростью, фундаментальным интеллектом и фундаментальной добротой. Поэтому, если вы находитесь в поддерживающем окружении, которое поощряет вас быть смелыми и открывать свои сердца и ум, вы обнаружите, что открываетесь мудрости и состраданию, которые присутствуют изначально. Вы словно подключаетесь к своему источнику, к тому, что у вас уже есть. Это готовность открыть свои глаза, сердце и ум и позволить ситуации в вашей жизни стать вашим учителем. Благодаря осознанности вы можете сами узнать причины несчастья, а также то, что ведет к счастью. Афоризм «Будь благодарен всем» указывает на полное изменение отношения к происходящему. В нем нет слабости или наивности. Он не означает, что если вас грабят на улице, вы должны признательно улыбнуться и сказать «Ах, я должен быть благодарен за это», прежде чем потеряете сознание. На самом деле этот афоризм проникает в самое нутро того, как мы совершенствуем неведение посредством избегания, не зная, что едим яд, не зная, что надеваем на свое сердце очередной слой защиты, не видя полной картины. «Будь благодарен всем» значит, что все ситуации – это ваши учителя, и часто суровые ситуации учат лучше всего. Возможно, в вашей жизни есть Вано и Аня, и именно они заставляют вас слетать с катушек. Они никуда не денутся. Это ваша мать, ваш муж, ваша жена, ваш любовник, ваш ребенок, человек, с которым вам приходится работать каждый день. Часть ситуации, которой невозможно избежать. Эти ситуации действительно учат вас, поскольку заключенные в них проблемы не имеют готового решения. Вы постоянно встречаетесь со своим соперником. Вы постоянно сталкиваетесь с вызовом, подходите к самому краю. Никто другой никогда не сможет сказать, что именно вы должны делать, поскольку лишь вы знаете, где испытываете муки, где ваше отношение с Ваной или Аней задевает вас сильнее всего. Никто другой этого не знает. Никто не знает, когда вам нужно быть мягче, когда яснее, когда промолчать, а когда говорить. Никто другой не знает, что нужно сделать другому человеку, чтобы открыть дверь. Для кого-то немного приоткрыть дверь – это прямо высказаться, а для кого-то сохранять неподвижность. Все это зависит от ваших древних привычных реакций на сложную ситуацию и от того, что поможет вам смягчиться и изменить свое отношение. Именно вано и Ани предоставляют нам эти диреммы, эти вызовы. По сути, единственный способ общаться с вано и Анями в вашей жизни – это сделать учения и практику очень личными, не доверяя чужим интерпретациям, поскольку у вас самих внутри есть мудрость, и вы сами узнаете, как открыть эту дверь. Как бы нам ни хотелось, чтобы вано и Ани исчезли из нашей жизни и оставили нас в покое, они почему-то всегда рядом, и даже если нам удается избавиться от них, они очень скоро возвращаются под другим именем и с другим лицом. Они обращаются к тому месту, где мы застреваем сильнее всего. С точки зрения благодарности всем важно осознать, что ни один афоризм, ни одна практика медитации, ни что услышанное вами на учениях не являются решением. Мы эволюционируем. Мы всегда узнаем все больше и больше, открываемся все сильнее и сильнее. Нам полезно открывать свой ум, так, чтобы каждая ситуация могла быть совершенно свежей. Вы словно никогда не были здесь прежде. Это совершенно новый взгляд. Но даже при таком подходе вы можете попасть в ловушку. Предположим, вы инструктор медитации. Ваша ученица пребывает навстречу, и поскольку вы очень открыты и чувствительны, происходит что-то волшебное. Между вами происходит настоящее общение. И вы видите, что-то помогло. До нее что-то дошло. Что-то коснулось ее сердца. Она уходит, и вы прекрасно себя чувствуете. Ого! Я сделала что-то потрясающее! Я это почувствовала! К вам входит следующий человек, и вы забываете о свежести. Поскольку очень довольна тем, что сделали с предыдущей ученицей. Ваш ученик садится и говорит с вами. А вы даете ему те же ответы, которые только что дали предыдущие ученицы. Однако новый ученик остается к ним равнодушен. Его это совершенно не волнует. Этот опыт заставляет вас смирить к ордыню и осознать, что проблема никогда не имеет единственного решения. Чтобы помочь себе или кому-то другому, нужно открыться и просто быть рядом. Именно так между людьми что-то происходит. Это непрерывный процесс. Именно так мы учимся. Недостаточно открыться лишь однажды. Вы не учитесь у Ваной и Ань в вашей жизни чему-то такому, что могли бы запатентовать и продать как безотказную, всегда работающую вещь. Так не бывает. Наше обучение у них – это непрерывное путешествие пробужденности. У одного ученика, обучавшегося медитации, с которым я работала, назовем его Дэном, более серьезные проблемы с алкоголем и наркотиками. Он держался из последних сил, но сорвался. Так получилось, что в тот день, когда я об этом узнала, у меня была возможность встретиться с Трунгпой Ринбочи. Я пожаловалась ему, рассказала, как расстроена тем, что Дэн сорвался. Я была так разочарована. В общем, Ринбочи серьезно разозлился. Мои и мои сердца остановились. Он сказал, что мое расстройство из-за срыва Дэна – это моя проблема. Ты никогда не должна питать ожиданий в отношении других людей. Просто будь доброй к ним, сказал он мне. Если говорить о Дэне, я просто должна была помогать ему идти вперед, дюйм за дюймом, и быть доброй к нему, пригласить его на ужин, дарить ему небольшие подарки и делать все возможное, чтобы его жизнь стала немного счастливее, вместо того, чтобы восстанавливать для него серьезные цели. Ринбочи сказал, что восстановление цели для других может быть формой агрессии. На самом деле мы хотим, чтобы это стало нашей историей успеха. Когда мы делаем это за других, мы просим их соответствовать нашим идеалам. Вместо этого мы просто должны быть добрыми. Основной смысл афоризма «Будь благодарен всем» его соль в том, что вы хотите избавиться от ситуаций, которые сильнее всего сводят вас с ума от Вано и Ань. Вы не хотите быть благодарными им. Вы хотите решить проблему, никому не навредив. Вано заставляет вас краснеть, унижает или оскорбляет. В том, как он ведет себя с вами, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя совершенно ужасно, и вам просто хочется убежать прочь. Этот афоризм поощряет вас осознать, что когда вы встречаете соперника, то находите учителя. Это не всегда означает, что вы должны держать рот на замке, ничего не говорить, просто стоять, вдыхать и выдыхать. Хотя, возможно, вы делаете именно это. Однако практика Тонглин намного глубже этого. Она связана с тем, как вы открываетесь в этой ситуации. Так что фундаментальная доброта в Оно и Ане и ваша собственная фундаментальная доброта начинают общаться друг с другом. Нам требуется то, что находится между подавлением и отыгрыванием. Однако это что-то каждый раз разное и уникальное. Люди обладают мудростью, чтобы это найти. В Оно и Ане обладают такой мудростью. Вы обладаете такой мудростью. Все обладают мудростью знания о том, как открыться. Она изначально заложена во всех нас. Путь отсутствия захваченности эго – это процесс, в котором мы смиряемся с ситуациями, чтобы наладить общение, а не победить. Сострадательные действия, сострадательная речь – это не разовая акция, а путешествие длиной в жизнь. Однако похоже, что она начинается в момент, когда мы осознаем, если Вано или Аня достают вас и наступают на все ваши мозоли, вы не просто проклатываете это или становитесь бесхребетными созданиями. Ладно, пусть себе нападают. С другой стороны, вы не просто говорите «он у меня попляшет». Это вызов. Это проявление каана в повседневной жизни. Вопросы, на которые в нашей жизни нет ответов. Это величайшие учителя. Когда великий индийский учитель буддизма Атиша прибыл в Тибет, он уже какое-то время практиковал учения Лоджонг. Его, как и большинство практикующих, терзал тот факт, что у него были неизвестны ему слепые зоны. Мы просто не знаем, что застреваем в каких-то областях. Поэтому он очень ценил Вано и Ань, появлявшихся в его жизни, так как чувствовал, что лишь они могут задеть его достаточно сильно, чтобы указать на его слепые зоны. Благодаря им его эго становилось меньше. Благодаря им росло его сострадание. История гласит, что Атиши сказали, будто народ Тибета очень добродушный, простой, гибкий и открытый. Он решил, что они не смогут раздражать его в достаточной степени, чтобы наступать на его мозоль. Тогда он взял с собой гадкого бенгальского мальчишку с отвратительным характером, готовившего чай. Он чувствовал, что только так сможет остаться пробужденным. Тибетцы любят рассказывать, как прибыв в Тибет, Атиши осознал, что мог бы и не брать с собой мальчишку. Люди там оказались не такими приятными, как ему рассказывали. В нашей собственной жизни бенгальские мальчишки, это люди, которые, стоит впустить их на порог дома, отправляются прямиком в подвал, где вы храните вещи, с которыми не хотели бы иметь дело. Достают их, приносят вам и спрашивают, «Это твое?» Это те люди, которые, несмотря на то, что ваш привычный стиль в целом хорошо работает и все с вами соглашаются, говорят, «Я ни за что не пойду на то, что ты только что попросил меня сделать. Я думаю, что это глупо». Тогда вы думаете, «Что мне теперь делать?» Делаете вы обычно следующее, старайтесь перетянуть всех остальных на свою сторону. Вы тут и там рассказываете, какой урод этот человек, бросивший вам вызов. Если разногласия связаны с политикой или любым измом, вы берете плакат и пишете на нем, как вы правы и как неправ другой человек. К этому времени другой человек тоже успевает собрать команду, и вы начинаете погромы и Третью мировую войну. Праведное негодование становится вашим кредо и кредо всей вашей банды. А начиналось все с того, что кто-то подставил вам под ножку. Все это превращается в крестовый поход правых против неверных. Так начинаются войны. Никто никогда не предлагает вам сначала почувствовать свою рану, а потом попытаться понять, какая правильная речь и какое правильное действие могли бы за этим последовать. Гурджиев, духовный наставник первой половины двадцатого столетия и в каком-то смысле учитель безумной мудрости, знал смысл этого афоризма. Он жил неподалеку от Парижа в большом особняке с огромными лужайками. Туда приезжали все его ученики, чтобы учиться у него. Одно из его основных учений заключалось в том, чтобы быть пробужденными в любом процессе, через который мы проходим. Он любил ставить своих учеников в неудобное положение, говоря даже, что он заставлял их выполнять ту работу, которая им меньше всего нравилась. Если вам казалось, что вы должны быть профессором в колледже, он вынуждал вас стать торговцем подержанными машинами. В сообществе Гурджиева был один человек с совершенно отвратительным характером. Он был в оно для всех. Никто не выносил этого парня, потому что он был таким нервным. Малейшее событие могло вызвать у него истерику. Его раздражало все. Он постоянно жаловался. Поэтому всем приходилось ходить вокруг него на цыпочках, так как любое слово могло вызвать у него вспышку гнева. Всем хотелось, чтобы он просто исчез. Гурджиеву нравилось заставлять своих учеников делать совершенно бессмысленные вещи. Однажды он отправил 40 человек нарезать газон на маленькие кусочки и переносить его на другую сторону его земельного участка. Тогда этот парень не выдержал. Это была последняя соломинка. Он взорвался, все бросил, сел в свою машину и уехал, вызвав тем самым спонтанное празднование в общине. Люди были в восторге. Они были счастливы, что он уехал. Однако, когда они рассказали о случившемся Гурджиеву, он воскликнул «О нет!» и поехал за тем парнем на своей машине. Через три дня они вернулись вдвоем. В тот вечер, подавая Гурджиеву ужин, его помощник спросил «Учитель, зачем вы вернули его?» Гурджиев ответил очень тихо «Ты не поверишь, и это только между нами. Никому об этом не говори. Я плачу ему, чтобы он здесь находился». Как-то я рассказал эту историю в одном медитационном центре, после чего они прислали мне письмо, в котором говорилось «Раньше у нас было двое людей, которые помогали с делами, и в центре царила гармония. Теперь, когда у нас четыре человека, начали возникать проблемы. Так что мы каждый день спрашиваем друг друга «Тебе кто-то платит за то, чтобы быть здесь?» Рассекай плотность мыслей». Однажды я проводила интервью с ученицей, которая начала его со слов «Это может вызвать депрессию, правда? В том, что мы здесь делаем, есть что-то мрачное и разочаровывающее. Где вся радость? Где в этом хоть какое-то веселье?» Мы немного поговорили. Затем, в конце интервью, она поделилась своим прозрением «Похоже, радость возникает тогда, когда мы становимся реальными». «Это просто поразило меня. Мы можем устанавливать связь с истинным сердцем грусти и сложными областями своей жизни или с видением, расширением и открытостью. Но то, что реально, всегда полностью входит в благополучие, полностью входит в радость. Радость – это не удовольствие, противопоставленная боль, и не веселье, противопоставленная грусти. Радость включает в себя все. Один из афоризмов гласит «Не тони в жалости к себе». Это полезно помнить, если вы заметили, что очень много плачете во время практики Тонглин. Этот подход может легко вылиться в жалость к себе, а жалость к себе требует много внимания. Вам придется довольно много разговаривать с собой, чтобы ее поддерживать. Этот афоризм предлагает выяснить, как ощущается жалость к себе, лежащая в основании нашего собственного фильма. Так наша тренировка развивает искреннее, откровенное и умное отношение со всем многообразием человеческого опыта. Мы бываем такими забавными. Люди, которые много плачут, считают, что не должны плакать, а те, кто не плачет, считают, что должны плакать. Один мужчина сказал мне, что поскольку он ничего не ощущает во время практики Тонглин, возможно, ему лучше уйти. Он чувствовал, что не понимает сути. Он не чувствовал теплоты и сентиментальности. Можно сказать, что он не чувствовал ничего. Мне пришлось приободрить его, сказав, что подлинное переживание бесчувственности – это подлинное переживание того, что значит быть человеком. Все это сырье для пробуждения. Вы можете использовать бесчувственность, сентиментальность и даже жалость к себе. Все, что захотите. Главное идти глубже к тому, что скрывается в основе нашего фильма. Именно там вы устанавливаете связь с тем, что значит быть человеком. И именно оттуда происходит радость и благополучие. Из чувства, что вы реальны, и видение реальности в других. Один из афоризмов гласит, что когда мир наполнен злом или теми вещами, которых вы совершенно не хотите, это можно трансформировать в путь пробуждения. Есть также афоризмы советы, такие как «Вали всю вину на одно и будь благодарен всем». Третий совет предлагает вам трансформировать то, что кажется препятствиями, в пробуждение через проблеск отсутствия плотности вещей, проблеск шуньяты или абсолютной бодхичиты. Следующий афоризм довольно сложен и связан с темой шуньяты. Видеть в заблуждении как четыре каи есть непревзойденная защита шуньяты. Часть, связанная с видением заблуждения нам довольно ясна, однако окончание афоризма требует дополнительного обсуждения. Слово «кая» означает «тело». Четыре кая — это тхармакая, самхакакая, нирманакая и свапхивакакая. Можно сказать, что четыре кайи – это способ описания того, как проявляется пустота и как мы переживаем ее. Во-первых, существует ощущение базового пространства Дхармакайи – тела Дхармы. В своих утренних молитвах мы говорим «Сущность мыслей – это Дхармакайя, полное ничто, из которого происходит все». Дхармакайя – это базовое пространство, из которого возникает все. И все, что возникает, по сути своей, просторное, нефиксированное и не тяжеловесное. Самхагакая – телонаслаждение. Это указание на переживание того, что пространство на самом деле не является пустотой в обычном понимании. Здесь есть энергия, цвет и движение. Это пространство такое же яркое, как радуга, мыльный пузырь или отражение вашего лица в зеркале. Оно отчетливое и в то же время несубстанциональное. Самхагакайя называется такое качество энергии, тот факт, что пустота текучая и яркая. Символом самхагакайя часто выступает звук. Его невозможно увидеть или поймать, однако он обладает вибрацией, энергией и движением. Нирманакайя называется переживание того, что пустота проявляется в форме. Нирманакая – это средство общения с другими. Сутри сердца сказано «Форма – это пустота, пустота – это форма». Нирманакайя указывает на тот факт, что феномены на самом деле проявляются. Деревья, трава, здания, пробки на дороге – все мы и весь мир – все это на самом деле проявляется. Это единственный доступный нам способ пережить пустоту. Видимость – тождественная пустота, звук – тождественная пустота. Они одновременны. Все, что возникает, отчетливо нереально в пустоте. Пустота на самом деле не пуста в том смысле, в котором мы можем это понимать. Она живая. Она проявляется. Однако обычно мы видим лишь проявление. Мы уплотняем ее, уплотняем самих себя, уплотняем то, что видим. Все это начинает походить на войну или соблазнение. Мы полностью захвачены драмой происходящего. Четвертая кая – это свабхивака кая. Свабхавика кая подразумевает, что остальные три кая возникают одновременно, что на самом деле они не являются отдельными друг от друга вещами. Пространство, энергия и проявления возникают вместе. Афоризм гласит, видение заблуждения, ощущение препятствий и помех, неприятных нам вещей, как четырех кай, есть непревзойденная защита шуньяты. Шуньяты служат защитой, поскольку рассекает плотность наших мыслей, посредством которых мы делаем все, включая себя самих, плотными отдельными сущностями. Она рассекает представление о том, что мы здесь, а все остальное там. Как нам известно из афоризмов, которые мы уже обсудили, когда возникает заблуждение, это является частью пути. Когда возникает заблуждение, оно сочное и насыщенное. Ощущение препятствий очень насыщенно и может стать нашим учителем. В рамках этих практик оно является необходимым компонентом, позволяющим выполнять практику Тонглен и вообще работать с афоризмами Лоджонг. Однако данный афоризм гласит, что когда возникает заблуждение, мы не только практикуем Тонглен и устанавливаем связь с сердцем, но и в любое время можем увидеть проблеск отсутствия плотности феноменов. Все мы уже знаем, каково это спонтанно отбросить все. Вы ни с того ни с сего просто отбрасываете все. Например, на медитационном ретрите на завтрак подают лапшу. Возможно, поначалу это кажется забавным, но где-то в середине завтрака вы обнаруживаете, что вместо того, чтобы быть внимательными к еде, к палочкам в ваших руках, к другим людям и полезным наставлениям, которые вы получили, вы разговариваете про себя о том, каким мог бы быть хороший завтрак и как вам хотелось бы съесть тот вкусный завтрак, который когда-то готовила в Бруклине ваша мама. Что бы это ни было, суп с шариками из мацы, тортили с фасолью или яичница с беконом. Вам хочется именно тот хороший завтрак с чуть подгоревшим беконом, как готовила ваша мама. Лапша возмущает вас. Затем, не делая никаких особых усилий, вы просто отбрасываете это. К своему удивлению, вы замечаете перед собой целый мир. Вы видите все эти маленькие лучики света, отражающиеся в вашей пустой миске, покрытой лаком. Вы замечаете грусть на чем-то лице. Вы осознаете, что мужчина напротив тоже думает о завтраке, потому что его лицо тоже выглядит возмущенным. И это смешит вас, ведь всего секунду назад вы сами были на его месте. Мир открывается, и мы внезапно оказываемся с тем, что происходит. Наши плотные мысли становятся прозрачными, и мы можем автоматически установить связь с пространством, с шуньятой в нас самих. У нас есть возможность отбросить фильм, пробудить себя. И это повседневное переживание шуньяты. Однако, если вы можете делать это даже тогда, когда вам этого не очень хочется, это также очень продвинутая практика. Когда все кажется плотным и слишком интенсивным, и вы тонете в жалости к себе или чем-то еще, если в этот момент кто-то говорит вам «просто отбрось это», даже самым сладким, добрым и мягким голосом, вам сразу хочется врезать этому человеку прямо в нос. Вам просто хочется продолжать тонуть в обиде и жалости к себе. Весь смысл практики лоджинг в том, что вы работаете с тем, что есть прямо сейчас. Афоризм «отбрось всякую надежду на плот» также поощряет нас просто быть там, где мы есть, с нашими бесчувственностью, обидой и так далее. Где бы вы ни были, просто работайте с тем, что есть. Тогда в результате выполнения практики вы, к своему удивлению, обнаружите, что на этой неделе отбрасывание дается вам легче, чем на прошлой неделе, или что в этом году оно дается вам легче, чем в прошлом году. Со временем вы обнаружите, что можете спонтанно отбрасывать все чаще и чаще. То же самое касается сострадания. Все мы наделены состраданием. Когда мы вспоминаем или видим определенные вещи, то можем без всяких усилий открыть свои сердца. Затем нас просят относиться с состраданием к нашим врагам, к вану в нашей жизни, к людям, которых мы по-настоящему ненавидим. Это практика высокого уровня. Однако в результате выполнения практики Лоджонг отбрасывания надежды на плод и простого контакта с тем, кто мы есть сейчас и что мы сейчас чувствуем, мы обнаруживаем, что круг сострадания начинает расширяться, и мы можем испытывать сострадание во все более сложных ситуациях. Сострадание начинает само приходить к нам, поскольку у нас есть устремление выполнять практику и налаживать контакт со своими собственными болью и удовольствием. Иными словами, мы готовы стать реальными. Мы осознаем, что не можем подделать сострадание и не можем вызвать его силой, но знаем, у нас есть все необходимое для работы с тем, какие мы есть прямо сейчас. И так мы отталкиваемся от этого, и наша способность отпустить и взбодриться, а также способность открывать свое сердце, начинают расти сами по себе. Афоризм и видение заблуждения, как четырех кай, есть непревзойденная защита шуньяты, это в действительности предложение не делать из мухи слона. Мы можем, по крайней мере, поиграть с мыслью, что способны отбросить фильмы и вспомнить, каково это, когда мы отбрасываем фильмы, как при этом мир открывается перед нами и мы обнаруживаем целую вселенную за пределами своего маленького кокона эго. Данный афоризм является наставлением по медитации. Считается, что по-настоящему понять его можно лишь сидя на подушке для медитации. Однако, в целом, я хочу предложить вам использовать весь подход учения Лоджонг и практики Тонглин даже после окончания формальной медитации. Именно тогда он становится наиболее мощным, реальным и прочувствованным. В течение дня, в виде вещи, которые трогают ваше сердце, или чувствуя то, что пугает вас, вызывает напряжение или обиду, вы можете подумать о том, чтобы произвести обмен, вдыхать и выдыхать прямо здесь. Это необходимо и полезно. После медитации эта практика кажется довольно реальной, иногда даже более реальной, чем в ходе медитации. Афоризм о четырех каев подчеркивает, что вы начинаете видеть несубстанциональную природу вещей в ходе практики Шамадхиви Пашьяны. В нем говорится о той части практики, когда мы отмечаем мысли. Вы полностью захвачены. В своем уме вы уже совершили путешествие в Нью-Йорк, идите завтрак, воспроизводите свои обиды и радости, а затем, безо всяких усилий, вы пробуждаетесь. Как вы знаете, все происходит именно так, но при этом вы не заставляете себя вернуться. Вы просто вдруг замечаете и пробуждаетесь, и тогда вам следует сказать мысли. Слово мысли это начало признания того, что вся драма нереальна по своей сути, что она происходит из ниоткуда, но кажется очень яркой. Хотя фильм исчезает, присутствуют энергии и движения. Кажется очевидным, что столы, стулья, люди и животные проявляются и представляются такими материальными. Однако, как только вы говорите мысли, вы признаете, что вся драма это просто мысль в вашем уме. Это распознавание шуньяты или пустоты. Наверное, у всех нас были моменты, показывающие, насколько это бывает освобождающим. Когда возникают мысли, вы, возможно, захотите узнать, откуда они берутся. Откуда они приходят? Кажется, что они приходят из ниоткуда. Вы просто преданно следуете за своим дыханием и, ба-бах, вы уже занимаетесь серфингом на Гавайях. Откуда это взялось? И куда это уходит? На сцене большая драма, большая, большая драма. Сейчас 9.30 утра. О, ого, это так тяжело. За окном сигналит какая-то машина, и вы вдруг покидаете эту драму и стремительно входите в другую. Однажды мне были даны наставления по медитации на мыслях. Я исследовала природу мыслей целых два месяца. Могу с уверенностью вам сказать, что мысли найти невозможно. В них нет ничего реального, но наши умы считают их очень важным делом. Другой афоризм гласит, все активности следует выполнять с одним намерением. Что бы мы ни делали, вдыхали, выдыхали, испытывали обиду, чувствовали себя счастливыми, могли просто отбросить это, не могли просто отбросить это, ели свою еду, чистили зубы, ходили или сидели. Все это можно делать с одним намерением, которое заключается в том, что мы хотим пробудиться, хотим взрастить в себе сострадание, хотим взрастить в себе способность отпускать. Любая вещь в нашей жизни может пробудить нас или еще глубже высыпить, и по сути мы сами должны позволить ей пробудить нас. Преодоление сопротивления. Афоризм дня таков. Четыре практики лучше из методов. Этот афоризм говорит о четырех вещах, которые помогают нам практиковать как относительную, так и абсолютную бодхичиту. Накопление заслуг, очищение от наших негативных действий, кормление духов и подношение защитникам, что иногда интерпретирует как просьбу богозащитникам о помощи вашей практике. Все эти четыре практики вступают в самую гуще неприятных чувств, эмоций и ситуаций. Мы уже говорили о том, что лучшая защита – это видение пустого, подобного сновидению, качества заблуждения. Если видение заблуждения как четырех кай – это то, что мы делаем на уровне абсолютной бодхичитты, то четыре практики связаны с реальными вещами, которые вы можете делать на относительном уровне в форме ритуалов и церемоний. Как бы вы это ни описывали, суть дела в том, чтобы преодолеть сопротивление. Четыре практики – это четыре метода, которые, возможно, использовал Меларепа, пытаясь изгнать демонов из своей пещеры. Кульминация истории Меларепи заключалась в том, что, когда исчезло сопротивление, исчезли и демоны. Сопротивление неприятным обстоятельствам обладает силой сохранять эти обстоятельства в их первозданном виде на протяжении очень долгого времени. Накопление заслуг Первая из четырех практик – это накопление заслуг. Чтобы накопить заслуги, мы должны быть готовы отдавать, открываться и ни за что не держаться. Это называют отпусканием цепляния за себя, оставлением крепости Эг. Вместо того, чтобы копить вещи для себя, вы открываетесь и отдаете их. В результате того, что вы открываетесь, вы начинаете чувствовать, что ваш мир становится более дружелюбным. Это заслуга. Вам становится проще практиковать дхарму, у вас меньше клеш, а ваши обстоятельства окажутся более благоприятными. Возможно, вы считаете, что для встречи с условиями для практики дхармы вы должны использовать свой старый привычный стиль. Однако сама идея создания ситуации заслуги состоит в том, чтобы быть открытыми, давать и ни за что не держаться. Вместо того, чтобы закрываться в коконе, вместо того, чтобы защищать свое сердце доспехами, вы можете открыться и позволить всему раствориться. Так накапливается заслуга. В буддийских обществах, например, в Бирме, Тибете и Китае, накоплением заслуги считается выполнение различных благих дел, например, подношение на строительство монастырей и ретритных центров. Собирать средства в Гонконге и Тайване всегда одно удовольствие, поскольку люди чувствуют, что накапливают заслуги, давая деньги на строительство ретритного центра или монастыря. Если вы даете деньги на такие ценные инициативы, и это является жестом истинной щедрости, если вы даете, не желая взамен ничего конкретного, это работает. Когда мы принимаем обед бодхисаттвы, мы делаем подарок. В этот момент мы получаем один из знаков принятия обеда. Мы получаем наставление отдать то, что нам трудно отпустить, то, что немного больно отпускать. Если вы отдаете деньги, сумма должна быть немного больше той, которую вам на самом деле хотелось отдать. Внутренний смысл всех этих традиционных способов накопления заслуг в том, чтобы полностью открыться ситуации, чтобы осмелиться на это. Это сопровождается чтением текста, практика которого, как утверждается, является высшим выражением накопления заслуг, поскольку она связана с отпусканием надежды и страха. Если для меня лучше быть больным, пусть будет так. Если для меня лучше выздороветь, пусть будет так. Если для меня лучше умереть, пусть будет так. Иногда этот текст звучит так. Даруйте благословение, чтобы я болел, если должен быть больным. Даруйте благословение, чтобы я выздоровел, если должен выздороветь. Вы не просите о благословениях у какой-то высшей силы. По сути, вы просто говорите «Пусть будет так, как будет. Пусть будет так, как будет». Смирение, отпускание желания обладать чем-либо и полная непривязанность – все это синонимы накопления заслуг. Идея в том, чтобы открыться вместо того, чтобы закрываться. Признание злодеяний Вторая из четырех практик – это признание злодеяний или раскрытие невротических действий. В буддийских монастырях эта практика выполняется как церемония в дни полнолуния и новолуния. Признание невротических действий состоит из четырех частей. Сожаление содеянным, воздержание от повторения этого действия, выполнение какого-то исправляющего действия, например, начитывание мантры Ваширасатвы, принятие прибежища в трех драгоценностях и ее пополнение практики Тонглин. А также выражение полной готовности повторить этот четырехчастный процесс в будущем и не совершать невротических действий. Итак, четырехчастная формула раскрытия невроза состоит из раскаяния, воздержания, исправляющего действия и твердого решения не повторять своего проступка. Иногда возникают плохие обстоятельства, но мы знаем, что можем их трансформировать. Совет здесь в том, что один из лучших способов это сделать – во всем признаться. Во-первых, вы ни перед кем не сознаетесь, это личное дело. Вы сами смотрите на то, что сделали и проходите через четырехчастный процесс. Во-вторых, никто вас не прощает. Вы не каетесь в грехах, вы не согрешили, как нам говорили в иудео христианской традиции, в которой мы выросли. Невроз означает, что в безграничном в невременном пространстве, с которым мы можем остановить связь в любое время, мы какое-то время непрерывно поддерживаем туннельное видение, закрываемся в комнате и запираем двери на засов. Но зачем мы надеваем темные очки, втыкаем в уши беруши и надеваем доспехи, если пространство так обширно? Признание невротических действий – это четырехчастный процесс, посредством которого мы учимся честно видеть свои действия и развиваем желание снять темные очки и доспехи, вынуть беруши и переживать мир во всей полноте. это еще один метод отпускания и цепляния, еще один метод открыться вместо того, чтобы закрываться. Итак, первое – это сожаление. Благодаря внимательности и видению своих действий, развивающемуся в результате практики, вам становится все сложнее скрыться от самих себя. Оказывается, это очень хорошие новости. это позволяет вам увидеть невроз как невроз, не упрекая себя, а понимая, что это приносит вам пользу. Сожаление подразумевает, что вы устали защищаться. Устали есть яд, устали кричать на других каждый раз, когда чувствуете угрозу. Устали часами вести с собой разговоры о том, как вам кто-то или что-то не нравится. Устали постоянно жаловаться себе. Вам никто не нужен, чтобы все вам объяснить. Вы держите глаза широко открытыми, вы сами устали от своего невроза. В этом идеи сожаления. Однажды человек, сделавший что-то такое, что вызывало у него сильное сожаление, отправился к своему учителю и все ему рассказал. Учитель сказал, «Хорошо, что ты испытываешь сожаление. Ты должен признать то, что делаешь. Намного лучше, если ты увидишь, что причинил кому-то вред, чем если будешь защищаться от этого. Однако на сожаление у тебя только две минуты. Полезно об этом помнить, иначе вы можете увлечься самовечеванием. Воздержание. Вторая часть признания невротических действий – это воздержание. Больно видеть, как вы продолжаете свои невротические действия, несмотря ни на что. Но иногда они должны просто изжить себя, износиться как старый башмак. Однако воздержание очень полезно, если только вы не отдаете себе слишком авторитарные приказы. воздержание – это не обещание, которое вы даете себе на новый год, и не ситуация, в которой вы сами роете себе яму, говоря, «Я вижу, что делаю, и больше никогда не сделаю этого», а потом ужасно себя чувствуете, когда через час делаете ровно то же самое. Воздержание возникает спонтанно, когда вы видите, как работают ваши невротические действия. Вы можете говорить себе, «Это все еще было бы приятно, это все еще выглядит заманчиво, однако вы воздерживаетесь, поскольку знаете о той цепной реакции страданий, которую запускает это действие. Первый кусочек, первый глоток или первое грубое слово могут дать вам ощущение удовольствия, однако за ними последует цепная реакция страданий, через которые вы уже проходили не один, но тысячу раз. Итак, воздержание это естественная вещь, возникающая из того факта, что у нас есть фундаментальная мудрость. Важно помнить, что воздержание это не что-то суровое. Вы не кричите на себя и не заставляете себя делать того, чего вам не хочется. Оно действует мягко. В самом крайнем случае вы говорите себе «один день за раз». Исправляющие действия Третья часть признания ваших невротических действий – это исправляющие действия. Вы что-то делаете со всем этим, выполняете какую-то практику, чтобы полить семя мудрости, дать ему воду, необходимую для роста. Видение невроза как невроза, ощущение сожаления, воздержание и последующая практика помогают очистить всю ситуацию. Традиционно предлагается выполнять практику принятия прибежища в трех драгоценностях – будди, дхарми и санхи. Принять прибежище в будди значит принять прибежище в том, кто отпустил цыпляни. И вы сами тоже можете сделать это. Принять прибежище в дхарме значит принять прибежище во всех учениях, вдохновляющих вас и питающих вашу изначальную способность отпускать цыпляни. Принять прибежище в санхи значит принять прибежище в сообществе людей, разделяющих желание отпустить вместо того, чтобы надевать на себя доспехи. Поддержка, которую практикующие обеспечивают друг другу. Это необычная сансорическая поддержка, когда мы объединяемся в одну команду и жалуемся на других. Скорее вы сами по себе, вы совершенно одни, однако вам полезно знать, что 40 других людей сами по себе проходят ровно через то же самое. Это очень поддерживает и вдохновляет. В фундаментальном смысле, даже если другие люди могут оказать вам поддержку, вы делайте это сами, в процессе становясь более зрелыми, а не более зависимыми. Обещания Четвертый аспект раскрытия ваших дурных поступков – это обещание не повторять их. Опять же, если неправильно понять этот момент, это может быть сложно. Смысл в том, чтобы обойтись без суровости к самим себе. Не позволяйте авторитарному голосу внутри вас угрожать вам, что если вы сделаете это снова, то найдете под своей новогодней ёлкой лишь черные угли. Все четыре части этого процесса исходят из уверенности вашей фундаментальной добродетели. Все четыре части исходят из доброты по отношению к себе самим. Поскольку у вас уже есть некоторые понимания. Вы можете раскаяться в своем неврозе и открыться. Вы можете воздерживаться от его повторения, потому что больше не хотите причинять себе вред. Вы можете выполнять практику, поскольку обладаете фундаментальным уважением к самим себе и хотите делать то, что питает ваши чувства уверенности и воинского духа, а не заставляет вас почувствовать себя еще более нуждающимися и изолированными. Итак, наконец, обещание не повторять этого действия становится вашим полным смирением последней стадией четырехчастного процесса самораскрытия. Накормить духов духов. До сих пор мы говорили о двух из четырех практик, упоминаемых в афоризме «Четыре практики лучшие из методов» о накоплении заслуг и признании наших невротических преступлений или о четырехчастном процессе очищения от невроза. Третья практика накормить духов. Для этого вам придется иметь дело со своей неразумностью. Чтобы иметь с ней дело, нужно установить с ней отношения. Традиционно вы готовите небольшой тормой, небольшой торт, и подносите его. Вы можете поднести его во время церемонии или ставить тормой каждое утро. В любом случае, вы что-то физически подносите духом, негативным аспектом самих себя. Когда Трунгпоринпучи говорил о необходимости накормить духов, он говорил о такой неразумности, которая появляется нежданно-негаданно. Мы нежданно-негаданно испытываем невыносимую грусть. Мы нежданно-негаданно впадаем в ярость и хотим разнести все вокруг себя. Он говорил «Ваш кулак в глазу вашей жены». Вот это образ. Без всякого предупреждения, откуда ни возьмись, появляется ваша неразумность. Бабах! Вот она. Часто она возникает с самого утра. И тогда весь день проходит с этим ощущением злобы или желчности. То же самое происходит с грустью и страстью. Это внезапное возникающее нежданно-негаданно неразумность по-тибецки называется Дон или Дух Демон. Она заставляет вас проснуться, и вы должны быть благодарны ей за это, вместо того, чтобы пытаться избавиться от проблемы. Итак, на внешнем уровне вы подносите Дон Торт. На внутреннем уровне вы видите, что Дон возник, что он обладает всей этой силой. Однако вы воздерживаетесь от того, чтобы заехать кому-то в глаз, от отыкрования, а также от подавления. Вы снова выбираете срединный путь и позволяете себе оставаться с полной силой Дон. Если вы просто будете с ней, это способно очистить вас. Это стопроцентная внимательность. Вы накапливаете заслугу, выходя за пределы надежды и страхов и говоря «пусть будет так». Из Дон то же самое. Здесь присутствует ощущение «пусть будет так». Есть даже формула, которая звучит так «я не только не хочу, чтобы ты выходил, ты можешь вернуться в любое время, когда пожелаешь. Вот, съешь кусочек торта». Лично я немного испугалась, когда прочла эту формулу. В комментарии было сказано, что вы приглашаете духов вернуться, потому что они показывают вам те моменты, когда вы теряете внимательность. Вы приглашаете их вернуться, потому что они напоминают вам о том, что вы отключились. Дон будет вас. Дон не могут появиться, пока вы поддерживаете внимательность. Они похожи на вирус гриппа. Как только появляется брешь, бум, они тут как тут. Дон не примут вашего приглашения вернуться до тех пор, пока вы пробуждены открыты. Но как только вы начнете закрываться, они с удовольствием примут ваше приглашение и съедят ваш торт. И это называется накормить духов. Подношение защитникам Четвертая практика это подношение защитникам и просьба к защитникам помочь вам в вашей практике. Защитники оберегают принцип просветления. Они защищают нашу изначальную мудрость, наше изначальное сострадание. На тханках тибетских живописных изображениях они представлены как гневные фигуры, от которых исходят языки пламени, у которых большие зубы, когти и ожерелье из черепов. Защитники оберегают от недоброжелательности, от отсутствия мудрости, от грубости и мелочности и от любого вида фундаментального сумасшествия. Они кажутся такими гневными потому, что не поддаются ни на какие уловки. Кто же именно не поддается ни на какие уловки? На самом деле ваша мудрость. Этот афоризм закричает в себя наставление о том, что необходимо научиться понимать большое нет. Опять же, это опирается на ваше уважение и любящую доброту к самим себе, то есть на уверенность в своей фундаментальной добродетели. когда вы начинаете закрываться и отгораживаться, возникает момент разрыва, и это и есть большой нет. В этом нет ничего авторитарного в том смысле, что кто-то вас накажет. Это фундаментальное поощрение к тому, чтобы не скатываться в свой невроз. Когда возникает гнев или любая другая креша, ее энергия такая мощная, чистая и резкая, что может отсечь любой невроз. Однако обычно мы на этом не останавливаемся. Обычно мы скатываемся в то, что называют негативной негативностью, мелочность, обиды, агрессию и праведный гнев. Тогда защитный аспект ума, оберегающий вашу фундаментальную мудрость, поднимает свою пылающую голову и говорит «нет». Понимание большого «нет» возникает из сострадания к самим себе и очень схожа с сожалением, воздержанием, принятием прибежища в трех драгоценностях и обещанием не повторять этого снова. Предположим, вы сильно расстроились, на кого-то кричите, они в ответ кричат на вас. Началась большая ссора, и вы выбежали из двери, хлопнув ей, и прищемили себе при этом палец. Это сущность принципа защитников, и это пробуждает вас. Внешняя практика заключается в подношении защитникам принципу мудрости. Традиционно вы подносите ритуальный торт торма. На внутреннем уровне вы предлагаете этому принципу жить и здравствовать в вашем существе. Вы готовы выполнять практику, чтобы питать свою способность знать, когда вы пробуждены, а когда засыпаете, и возвращать себя к пробужденности настоящего мгновения. Подход, предложенный в учении Хлоджонг, заключается в том, что лучший способ использования неприятных обстоятельств на пути просветления – это не сопротивляться им, а войти в них. Когда мы заводим дружбу со своими эмоциями или развиваем сострадание к неудобным аспектам себя самих, которые кажутся нам греховными или дурными, они становятся сырьем, сочным исходным материалом, с которым мы можем работать, чтобы пробудиться. Четыре практики – это лучшие методы преодоления сопротивления и трансформации неудачных обстоятельств в путь просветления. Пустая лодка Однажды я проводил интервью с женщиной, которая сказала мне, что не может медитировать. Это было невозможно, поскольку у нее были проблемы в реальной жизни. Однако в медитации мы стараемся донести до самих себя очень обнадеживающие послания о том, что проблема реальной жизни – это материал для пробуждения, а не повод прекращать попытки медитировать. Возможно, эта новость будет вам полезной. сегодняшний афоризм «Все неожиданное соединяй с медитацией». Это очень интересное предложение. Эти афоризмы подчеркивают, что мы можем пробудить бодхичиту посредством чего угодно, что ничего само по себе не является преградой. Этот афоризм указывает на то, что сами преграды, сюрпризы, неожиданные происшествия и удары молнии пробуждают нас к переживанию как абсолютной, так и относительной бодхичиты, к открытому, просторному качеству наших умов и теплоте наших сердец. Это афоризм о том, что неожиданность это дар. Неожиданности могут быть приятными или неприятными, но главное в том, что они способны остановить наш ум. Вы идете по улице и вдруг вам в голову прилетает снежок. И это останавливает ваш ум. Этот афоризм сочетается с другим. Покойся в природе Аллаи, сущности. Обычно считается, что это афоризм для сидячей медитации, когда вы можете позволить своему уму покоиться в его естественном беспристрастном состоянии. Однако верно и то, что когда у вас из-под ног выдергивают ковер, происходит то же самое. Безо всяких усилий с вашей стороны, ваш ум вдруг покоится в природе Аллаи. Однажды я ехала в машине в качестве пассажира, и вдруг сзади громко просигналила другая машина. Когда она поравнялась с нашей машиной, я увидела лицо человека, сидевшего за рулем. Оно было фиолетовым от гнева, и он грозил мне кулаком. Мое окно, как и его окно, было открыто, и он прокричал «Найди себе работу!» Этот случай до сих пор останавливает мой ум. Наставление заключается в том, чтобы, когда что-то останавливает ваш ум, уловить момент разрыва, то мгновение большого пробела, замешательства, полного изумления, и позволить себе покоиться в этом немного дольше, чем вы обычно это делаете. Примечательно, что это наставление также относится к моменту умирания. Очевидно, что момент смерти – это большая неожиданность. Возможно, вы слышали слово «самадхи» и знаете о том, что мы остаёмся в самадхи в момент смерти. Это означает, что мы можем позволить своему уму покоиться в природе Аллаи. Мы можем оставаться открытыми и установить связь со свежими, беспристрастными качествами своего ума, которые становятся доступны нам в момент смерти. Однако, они также доступны нам в каждый день нашей жизни. Этот дар преподносит нам неожиданные обстоятельства, о которых говорится в данном афоризме. Когда вы вновь начнёте говорить с собой после разрыва, «Какой ужасный человек!» или «Разе не чудесно, что он дал моему уму возможность покоиться в природе о лай?» можете поймать себя на этом и начать практику Тонглин. Если вы склоняетесь к гневу, обиде или другим неприятным негативным чувствам, по-настоящему напрягаетесь и так далее, можете вспомнить логику Тонглин и Лоджинг, вдохнуть и установить связь со своим чувством. Отпустите свой фильм и установите связь с чувством. Если же вы начнёте говорить с собой о том, прекрасно произошедшее с вами, то можете вспомнить о практике Тонглин и делиться своим чувством наслаждения, посылать его вовне. Обычно мы так вовлечены собой, так крепко держимся за себя, что разбудить и остановить наш ум может разве что удар грузовика. Если серьёзно, когда вы начинаете практиковать, для этого может быть достаточно ветерка, сколыхнувшего за навеску. Неожиданность может быть очень мягкой, достаточно сместить внимание. Что-то привлекает ваш взгляд, ваше внимание смещается, и вы можете позволить своему уму покоиться в природе аварии. Когда же вы снова начнёте с собой говорить, можете практиковать Тонглин. Неожиданности бывают приятными и неприятными, но это не имеет большого значения. Смысл в том, что они происходят внезапно. Вы идёте по улице, погружённая в своё тоннельное видение, разговаривая сами с собой и ничего не замечая. Но крик ворона может пробудить вас от вашего сна наяву, который обычно бывает очень плотным и полным обид. И вдруг что-то происходит. Рядом рвёт двигатель машины, и вы на миг поднимаете взгляд, видите небо, лица людей, проезжающие автомобили и деревья. Что не происходило, вы вдруг видите большой мир за пределами своего тоннельного видения. У меня был интересный опыт, когда что-то подобное неожиданно случилось со мной на ретрите. Это было очень сильное переживание шуньяты, полной пустоты вещей. Я только что закончила свою вечернюю сессию медитации. Я практиковала целый день, и вы могли бы предположить, что после этого я буду похожа на святую в спокойном состоянии ума. Однако, когда я вышла из своей комнаты и начала свой путь по коридору, то заметила, что кто-то оставил грязную посуду в зоне для еды, я начала сильно злиться. Как раз на том ретрите мы подписывали свою посуду. У каждого были свои тарелка, миска, кружка, нож, вилка и ложка, и на всем этом мы подписывали свои имена. В общем, я шла мимо и пыталась разглядеть, чье имя написано на этой посуде. Я была почти уверена, чье имя там увижу, потому что в нашей группе из восьми человек была только одна женщина, которая могла оставить за собой такой беспорядок. Она всегда оставляла свои вещи и предоставляла другим убирать за собой. Кто должен был мыть за ней посуду? Может мамочка? За кого она нас всех принимала? За своих рабов? Я начала по-настоящему сердиться. Я думала, я уже давно ее знаю и все считают ее старшей практикующей. Но на самом деле она наверное никогда и не медитировала, раз она так невнимательна ко всем остальным на этой планете. Когда я подошла к раковине и посмотрела на тарелку, на ней было написано «ПЕМА». На чашке тоже было написано «ПЕМА». На вилке «ПЕМА». И на «НОЖЕ ПЕМА». Все это было моим. Можно не говорить, что это значительно изменило ход моих мыслей. Кроме того, это остановило мою. Есть одна дзенская история о человеке, наслаждающемся сумерками на реке. Он видит, как по реке в его сторону плывет другая лодка. Сначала ему кажется, как это прекрасно, что кто-то еще тоже наслаждается этим чудесным летним вечером на реке. Затем он осознает, что лодка идет прямо на него, неотвратимо приближается. Он начинает сердиться и кричит «Эй-эй, осторожней, бога ради, поворачивай!» Однако лодка идет прямо на него, быстрее и быстрее. Вот он уже стоит в своей лодке, кричит и трясет кулаком, пока лодка не врезается прямо в него. Тогда он видит, что в лодке никого нет. Это классическая история, описывающая нашу жизненную ситуацию в целом. Вокруг нас множество пустых лодок, на которые мы постоянно кричим и которым грозим кулаками. Вместо того, чтобы делать это, мы могли бы позволить им остановить наш шум. Даже если они остановят наш шум на 1,1 секунды, мы можем покоиться в этом небольшом разрыве. Когда же мы можем практиковать Тонглин и обменивать себя на других. Таким образом, все, с чем мы встречаемся, обладает возможностью помочь нам в развитии сострадания и восстановлении связи с просторным, открытым качеством наших умов. Учение для жизни и смерти. О пяти силах говорится в двух афоризмах. Практикуй пять сил, краткие сердечные наставления и наставления Махаяны по переносу сознания в момент смерти. Есть пять сил, важно, как ты себя ведешь. В основании всей теории и практики лежит утверждение о том, что счастье, которого мы ищем, уже здесь, и мы можем остановить с ним связь в любое время. Счастье, которого мы ищем, это наше право порождение. Чтобы его обнаружить, мы должны быть добрее к себе, сострадательнее к себе и своей вселенной. Счастье, которого мы ищем, невозможно найти через цепляние и попытки удержать вещи. Его невозможно найти, если мы будем серьезными и напряженными в своем желании, чтобы все шло в том направлении, которое, как нам кажется, принесет нам счастье. Смысл в том, что и счастье, которое мы ищем, уже здесь, и оно обнаруживается скорее в расслаблении и отпускании, чем в напряженной борьбе. Означает ли это, что вы можете просто спать целыми днями? Означает ли это, что вам ничего не нужно делать? Ответ отрицательный. Похоже, мы все-таки должны кое-что делать. Эти афоризмы верят нам практиковать пять сил. Твердое намерение, привыкание, семи добродетели, отречение и устремление. Пять сил – это пять источников вдохновения, заставляющие нас поверить в то, что все необходимое уже у нас в руках. Это сердечное наставление о том, как жить и как умирать. В прошлом году я провела какое-то время с двумя умирающими людьми. Оба они, Джек и Джилл, были моими старыми друзьями, но они совершенно по-разному относились к смерти. Им обоим посчастливилось узнать о своей смерти за несколько месяцев, а это великий дар. Оба они постепенно угасали. Когда почва начала уходить у Джека из-под ног, когда его тело начало подводить его, то сперва он очень разозлился, но потом что-то начало меняться, и он начал расслабляться. Чем яснее становилось, что все растворяется и исчезает, тем счастливее он казался. Он словно отпускал все вещи, которые отделяли его от собственной фундаментальной добродетели. Отпускал все вообще. Он мог сказать что-то вроде «Нечего делать, нечего хотеть» и начать смеяться. Он угасал понемногу день за днем, но в этом не было большой проблемы. Это растворение оказалось для него очень освобождающим. С внешней стороны ситуация Джилла была той же самой, однако она испугалась и начала бороться с происходящим. По мере того, как ее тело угасало и она все больше теряла опору, она становилась все более мрачной и напуганной, все сильнее сжимала зубы и кулаки. Она смотрела в бездну, куда ее вот-вот должны были столкнуть, и в ужасе кричала «Нет, нет, нет». Я поняла, почему я практикую. Мы можем открыть для себя процесс отпускания и расслабления еще при жизни. На самом деле это образ жизни перестать бороться с тем фактом, что все ускользает от нас, как песок сквозь пальцы. Перестаньте бороться с тем фактом, что изначально нет ничего плотного и ничто не длится вечно. Это знание может дать нам большой простор, много места, если только мы сможем расслабленно принять его, вместо того, чтобы бороться с ним и кричать. Пять сил это наставление о том, как жить и как умирать. На самом деле здесь нет никакой разницы. Одни и те же хорошие советы, применимые к тому и к другому. Ведь если вы знаете, как умирать, то знайте, как жить, а если вы знаете, как жить, то знайте, как умирать. Судзуки Роси сказал, просто будь готов умирать, снова и снова. Пусть каждый выдох станет окончанием мгновения и рождением чего-то нового. Когда появляются все эти мысли, просто замечайте и отпускайте их. Позвольте всему внутреннему фильму изжить себя. Дайте пространство для возникновения чего-то нового. Пять сил указывает, как перестать все время пытаться ухватиться за то, за что невозможно ухватиться, и просто расслабиться в том пространстве, которое есть. Что мы тогда обнаружим? В этом-то все и дело. Мы боимся узнать ответ на этот вопрос. Твердое намерение. Первая сила – это твердое намерение. Твердое намерение, в отличие от упрямого нажима, подразумевает восстановление связи с радостью, расслаблением и доверием. Это намерение использовать любой вызов, с которым вы сталкиваетесь, как возможность открыть свое сердце и смягчиться. Намерение не уходить ни от чего. Простой способ развития этой силы заключается в том, чтобы разбудить в себе сильный аппетит к духовному. Для этого необходимо определенное качество и кривости. Просыпаясь утром, вы говорите «Интересно, что сегодня будет? Возможно, сегодня я умру. Возможно, сегодня я пойму, о чем говорится в этих учениях». Коренные американцы, прежде чем отправиться на войну, говорили «Сегодня хороший день, чтобы умереть». Вы также можете сказать «Сегодня хороший день, чтобы жить». Твердое намерение дает вам возможность убедиться на собственном опыте. У вас есть все необходимое. Фундаментальное счастье уже здесь и ждет вас. Твердое намерение ничего не изгонять из своего сердца и не закрываться требует чувства юмора и аппетита. Аппетита к просветлению. Следующие силы это привыкание. Привыкание означает, что дхарма перестает быть чем-то чужеродным. Теперь первая мысль, которая приходит к вам в голову, связана с дхармой. Вы начинаете осознавать, что все учения говорят о вас самих. Теперь вы изучаете самих себя. Дхарма это не философия. По сути, дхарма это хороший рецепт приготовления вас самих, позволяющий сделать мягким самое твердое, самое жесткое мясо. Дхарма это хорошее наставление о том, как перестать водить себя за нос. Как перестать обворовывать себя. Как узнать, кто вы есть на самом деле. Не в ограниченном смысле «я нуждаюсь и я получу», а через развитие привычки к пробужденности, которые становятся вашим способом восприятия всего. Мы говорим о просветлении так, словно это большое достижение. По сути же, оно связано с расслаблением и обнаружением того, что у вас уже есть. Вы просветленные можете немного отличаться от тех, к которым вы привыкли, однако у вас по-прежнему растут волосы на голове, есть вкусовые рецепторы и возможность заболеть гриппом с отвратительным насморком. Однако просветленные вы можете переживать самих себя не так клаустрофобично, а может быть даже совсем не клаустрофобично. Привыкание означает, что вам больше не нужно ничего искать и вы это знаете. Все уже есть в приятности присутствия, в тех самых дискурсивных мыслях, которые у вас возникают прямо сейчас, во всех эмоциях, которые проходят через вас. Все это здесь. Третья сила называется семенем добродетели. По сути, это природа Будды или фундаментальная добродетель. Это как бассейн без бортиков, в котором можно плавать вечно. На самом деле вы сами состоите из воды. Природа Будды это не сердце, которое вам пересаживает откуда-то еще. Вы не пытаетесь научить дерево говорить, сказал однажды Вин Поч. Это просто то, что можно пробудить, или скажем так, в чем можно оказаться расслабившись. Позвольте себе развалиться на части и провалиться в пробужденность. Силы исходят из того факта, что семя уже здесь, и благодаря теплу и поливу оно прорастает и поднимается над землей, становясь видимым. Вы обнаруживаете, что выглядите как золотой нарцисс, или по крайней мере чувствуете себя им. Практика связана со смягчением или расслаблением, а также с точностью и ясным видением. Ничто из этого не требует поиска. Поиски счастья не дают нам найти его. Четвертая сила называется отречением. Она требует разговора с самим собой. Эго, ты вечно приносила мне лишь проблемы. Оставь меня в покое. Я больше на это не куплюсь. Попробуйте сказать это, когда моетесь в душе. Вам следует постоянное без смущения говорить с собой. Когда вы замечаете, что предались легкомыслию, скажите себе «Прочь возмутить или спокойствие». Этот подход может быть сопряжен с некоторыми проблемами, поскольку обычно мы не различаем того, кем как нам кажется являемся мы и кем является наше эго. Чем больше вы смягчаетесь, чем более дружелюбными становитесь к самим себе, тем более продуктивным будет такой диалог. Однако в той степени, в которой вы жестоки с собой, этот диалог будет способствовать усилению самокритики. С годами при поддержке прекрасных учителей я обнаружила, что вместо того, чтобы винить себя или кричать на себя, можно учить себя дхарми. Отречение не обязано быть негативной реакцией на ваше фирменное сумасшествие. Однако оно подразумевает, что вы видите в сумасшествии сумасшествия, в неврозе невроз, а в одержимости одержимость. Тогда вы можете учить себя дхарми. Трангварин почи дал мне один совет. У меня были приступы тревоги, и он сказал, что мне следует учить себя дхарми, простой настоящей дхарми. Так что теперь я говорю себе, Пема, чего ты хочешь на самом деле? Ты хочешь отгородиться и закрыться? Хочешь оставаться в своей тюрьме? Или же ты хочешь позволить себе расслабиться, позволить себе умереть? И это твой шанс что-то осознать. И это твой шанс не застрять. Так чего ты хочешь на самом деле? Ты хочешь всегда быть права? Или же хочешь пробудиться? Отречение бывает очень мощным. Вы сами учите себя дхарми, своими словами. Вы можете учить себя четырем благородным истинам, принятию прибежища или чему угодно, имеющему отношение к тому моменту, когда вы вот-вот воссоздадите сансару, словно это ваше собственное изобретение. Посмотрите вперед на свою оставшуюся жизнь и спросите себя, что вы хотите там увидеть? Каждый раз, когда вы готовы увидеть пустотность своих мыслей, позволяете ему идти и возвращаетесь к своему дыханию, вы сеете семена пробужденности, способности видеть природу ума и способности покоиться в необусловленном пространстве. Не важно, что у вас это не всегда получается. Сама готовность, само твердое намерение сделать это сеть семена добродетели. Вы обнаруживаете, что можете делать это все более спонтанно и естественно, без особых усилий. Это начинается с ощущением усилия, но становится вашим обычным состоянием. Это созревание семени Бодхичитты. Вы обнаруживаете, кто вы есть на самом деле. Последняя сила устремления также очень мощная. Искреннее чувство устремления отсекает ваше негативное отношение к самим себе, ваше суровое обращение с самими собой. Понятие устремление состоит просто в том, что вы озвучиваете свое желание просветления. Вы говорите себе, для себя, о себе и сами по себе такие вещи, как, например, пусть мое сострадание к себе возрастет. Вы можете чувствовать себя совершенно безнадежными, нападать на себя, но озвучить искреннее устремление, пусть мое чувство ограниченности уменьшится, пусть мое переживание пробужденности усилится, пусть я испытаю переживание своей фундаментальной мудрости, пусть я буду думать о других, прежде чем подумать о себе. Устремление во многом похоже на молитву, затем исключением, что оно не обращено кому-то другому. Опять же, устремление это разговор самим собой в стиле эксцентричного бодхисаттвы. Это способ поддержать себя. По сути, все пять сил нужны для того, чтобы вы могли поддержать себя. Вся фишка буддизма в том, чтобы поддерживать себя, а не в том, чтобы получать то, чего вам хочется. Пять сил это сердечное наставление о том, как жить и как умирать. Когда бы вы их не использовали, прямо сейчас или в момент смерти, они указывают вам, как пробудиться ко всему, что происходит. Любящие доброта и сострадание все дхарма сходятся в одной точке. Все учения и все практики посвящены всего одной вещи. Если мы сильно защищаемся, наши страдания также будут по-настоящему сильными. Если эго или кокон становится тоньше истончаясь, облегчаются и наши страдания. Эго подобно тучному человеку, пытающемуся пройти в очень маленькую дверь. Если наше эго большое, мы всегда чувствуем ущемление, уколы и раздражение в отношении всего происходящего. Если же происходящее не ущемляет, не колет и не раздражает нас, мы цепляемся за него, как за последнюю соломинку и хотим, чтобы оно длилось вечно. Тогда в результате цепляния за самих себя мы страдаем еще больше. Можно подумать, что мы говорим об эго как о враге, как о первородном грехе. Однако это совершенно иной, более мягкий подход. Вместо первородного греха у нас есть первородное уязвимое место. Весь тот беспорядок, который мы видим в самих себе и мире в форме насилия, жестокости и страха, обусловлен не какой-то изначальной порочностью, а тем фактом, что мы обладаем таким нежным, ранимым, теплым сердцем бодхичитты, которое мы всеми силами защищаем от любых прикосновений. Это жизнеутверждающее воззрение. Оно исходит из фундаментальной добродетели или фундаментальной доброты сердца. Проблема в том, что мы постоянно цепляемся не за тот конец палки. Все практики сходятся в том, что существует определенный фундаментальный паттерн, следуя которому мы постоянно стремимся избежать неприятного и уцепиться за приятное. Похоже, существует потребность в изменении этого фундаментального паттерна постоянной защиты нашего уязвимого места от любых прикосновений. Практика Тонглен помогает изменить этот базовый паттерн. Ранее я говорила о Бэгг как о комнате, в которой вы пытаетесь устроить все по-своему. Чтобы выйти из этой комнаты, вам не нужно подгонять большой бульдозер и разносить все вдребезги. Вместо этого вы движетесь в своем темпе, начиная оттуда, где вы есть сейчас, и постепенно открываете двери и окна. Это очень мягкий подход, признающий, что вы можете постепенно начать открывать эту дверь. Вы также можете закрывать ее так часто, как вам потребуется, не ради комфорта, а с намерением в конце концов набраться смелости, чувства юмора, фундаментального любопытства к тому, как вы могли бы открыть дверь, пока наконец не сможете просто оставить дверь открытой и пригласить к себе в гости всех живых существ, пока не почувствуете себя как дома, без всяких потаенных планов и без всякой опоры. Главное в этой практике, как и в любой практике, это то, в чем сходится вся дхарма. Только вы сами знаете, что открывается, а что закрывается. Вы единственные, кто знает это. Следующий афоризм из двух свидетелей, выбирай основного. Здесь говорится, что один свидетель – это все остальные, кто дает вам обратную связь. К ней стоит прислушаться, в том, что говорят, люди есть доля правды. Однако основной свидетель – вы сами. Только вы сами знаете, когда вы открываетесь, а когда закрываетесь. Только вы сами знаете, когда прибегаете к средствам защиты и пытаетесь сохранить свое эго. А когда открываетесь и позволяете всему рассыпаться, позволяете миру быть таким, какой он есть, и работаете с ним, вместо того, чтобы бороться. Вы единственные, кому это известно. Далее еще один афоризм, который гласит «Не превращай богов в демонов». Это означает, что вы можете взять что-то хорошее, например, практику Тонглен и учения Лоджонг – это боги – и превратить это в демона. Вы можете закрыть свои окна и двери всем чем угодно. Вы можете выполнять практику Тонглен так, как это описал один из моих учеников. Он сказал, «Я это делаю, но тщательно контролирую ситуацию. Я вдыхаю ровно настолько, чтобы не испытать сильной боли и не почувствовать проникновения, и выдыхаю ровно настолько, чтобы увидеть себя, что я как бы делаю практику». Но на самом деле ничего не меняется. он использовал практику Тонглен просто для того, чтобы загладить острые углы и лучше себя чувствовать. Вы также можете использовать Тонглен, чтобы почувствовать себя героем. Вы просто выдыхаете и выдыхаете все подряд. Однако ваша мотивация не в том, чтобы подружиться с теми частями самих себя, которых вы боитесь и которые отвергаете, не в том, чтобы проникнуть в них. На самом деле вы надеетесь, что практика просто укрепит вашу уверенность в себе. Ощущение, что вы находитесь в правильном месте в правильное время и выбрали правильную религию. Я на стороне добра и всего хорошего, что есть в мире. Это не слишком полезно. Возможно, вы замечали за собой ощущение, что ведете битву с реальностью и что реальность всегда побеждает. Все учения, особенно учения Лоджонг, предлагают нам в тот момент, когда мы чувствуем, что боремся, позволить себе сделать паузу, проявить любопытство и начать вдыхать, попытаться почувствовать то, что скрыто за этой борьбой. Если мы обнаруживаем, что жалуемся, это не означает, что мы должны сказать «Ах, я такой плохой, потому что испытываю трудности». Жалобы это не грех. Мы просто говорим, что способ изменения паттерна в том, чтобы начать вдыхать и устанавливать связь с сердцем, с уязвимым местом, скрытым под всей этой защитой. Карма это сложная тема. Но одна из причин, по которой вам предлагается работать с тем, что происходит с вами, вместо того, чтобы обвинять других, заключается в том, что происходящее, так или иначе, является кармическим результатом вашего прежнего поведения. Это учение о карме легко истолковать неверно. Люди за головой уходят в историю о грехе и чувстве вины, ощущая, что если все идет не так, то это потому, что они сделали что-то плохое и теперь наказаны за это. Идея совсем не в этом. Идея кармы в том, что вы постоянно получаете учения, которые вам нужны, чтобы открыть свое сердце. В той степени, в которой вы в прошлом не поняли, как перестать защищать свое уязвимое место, как перестать надевать доспехи на свое сердце, вы получаете дар учений в форме вашей жизни, которая дает вам все необходимое, чтобы лучше научиться открываться. Я видела карикатуру, которая это описывает. Головка салата айсберг сидит на грядке и говорит «О нет, как я снова попала в этот овощной огород, я хотела быть диким цветком». Подпись внизу гласила «Оскару пришлось снова родиться салатом, чтобы преодолеть свой страх быть съеденным». можно смотреть на вещи под более широким углом, чем с точки зрения понятия о поощрении наказаний. Вы могли бы воспринимать свою жизнь как образовательный курс для взрослых. Одна часть учебной программы вам нравится, а другая нет. Часть задач кажется вам разрешимой, а часть нет. Это учебная программа для достижения просветления. Вопрос в том, как вы будете с ней работать. Когда вы начинаете прикасаться к своему сердцу или допускать прикосновения к своему сердцу, вы начинаете обнаруживать, что оно бездонно, что у него нет никакого окончания, что оно огромно, обширно и безгранично. Вы начинаете обнаруживать, сколько в нем теплоты, мягкости и пространства. Ваш мир кажется уже не таким плотным, более просторным и обширным. Ваш груз становится легче. Поначалу вы можете ощущать грусть или неустойчивость, сопровождающаяся огромным страхом. Однако ваша готовность почувствовать этот страх, сделать его своим спутником, растет. Вы готовы узнать себя на глубинном уровне. Через какое-то время это чувство начинает превращаться в желании снести все стены, быть полностью человеком и жить в своем мире без постоянной необходимости отгораживаться или закрываться, когда случаются те или иные события. Это начинает превращаться в желание быть рядом с друзьями, когда они в беде и действительно помочь этой бедной планете испытывающей боль. Любопытно, что вместе с этим желанием, грустью и чувствительностью приходят невероятные ощущения благополучия, безусловного благополучия, не имеющего ничего общего с приятным и неприятным, хорошим и плохим, надеждой и страхом, бесчестием и славой. Это просто приходит к вам, когда вы чувствуете, что можете держать свое сердце открытым. Облегчение. Следующие два афоризма, всегда поддерживая лишь радостный ум, если ты можешь практиковать даже с отвлечениями «ты хорошо тренирован», дополняют друг друга. В первом говорится о том, что если вы рассматриваете все происходящее как топливо для пробуждения, то можете оставаться жизнерадостными. Во втором говорится, что вы хорошо тренированы, если можете это делать, использовать абсолютно все в своей жизни для пробуждения, а не для усыпления. Если вы чувствуете, что полностью захвачены и проваливаетесь в фильм, в котором вы будете страдать, афоризм, если ты можешь практиковать даже с отвлечениями «ты хорошо тренирован», может напомнить вам о том, чтобы начать практику тонглин, вдыхать неприятности или страдания, чтобы развить сострадание к самим себе, а также начать понимать боль других людей. Вы можете использовать отвлечение, чтобы вернуть себя в настоящий момент, подобно тому, как лошадь восстанавливает равновесие после того, как потеряет его, или фигурист поднимается перед самым падением. Хорошая тренировка означает, что вы можете восстановить равновесие и вернуться в настоящее. Когда все идет хорошо, это также может быть напоминанием. Вместо того, чтобы по привычке цепляться за то, что доставляет удовольствие, вы можете привыкнуть отдавать это, посылать это другим с выдохом. Это позволяет вам всегда поддерживать радостный ум. Это делает легче груз поддержания своего личного счастья, а также ослабляет давление неприятных ситуаций и небольших неудобств, облегчая груз эко. С другой стороны, посылать радость также бывает трудно. Кто-то сказал, «Мне нравится делать выдох с идеей делиться с другими. Делиться очень приятно, но отдавать – это означает, что у меня этого больше не будет. Выдыхать и делиться тем, что приятно, может ощущаться как угроза. Вы не так часто чувствуете готовность делиться удовольствием или отдавать его. Когда ваш груз становится легче, происходит прилив радости, который возникает из всех ваших действий, начинающих менять паттерн страха и желания сопротивляться тому, что неприятно. На самом деле именно сопротивление вызывает боль. Сопротивление вызывает больше боли, чем сам гнев или сама ревность. Все, что начинает облегчать это сопротивление, помогает нам расслабиться, открыться и веселиться. рано или поздно вы окажетесь в ситуации, в которой будете совершенно бессильны повлиять на внешние обстоятельства и осознаете, что все зависит от того, как вы относитесь к происходящему. Продолжаете вы бороться со всем, с чем сталкиваетесь или начинаете работать с этими вещами. Всегда поддерживая только радостный ум, может быть очень полезным напоминанием в такой ситуации. Все, что помогает нам не быть одержимым удовольствием и не бояться его эфемерной природы, также учит нас чувствовать себя как дома в нашем мире и быть в состоянии помогать другим людям. В популярных песнях поют «Свобода просто означает, что вам больше нечего терять, и у меня так много ничего, и ничего это так много для меня». В традиционных теветских текстах об этом говорится как о великом блаженстве, возникающем из переживания пустоты, что звучит довольно оторвано от личных переживаний. Однако, все эти слова говорят об одном о том же. Мы практикуем и живем, чтобы быть способными расслабиться и испытать облегчение, не придавая такого большого значения всему происходящему, успехам и неудачам, наградам и наказаниям. Если ваш основной свидетель из афоризма из двух свидетелей выбирая основного, это осуждающая авторитарная фигура, вам может быть сложно расслабиться. Предположим, что вы медитируете. Однако, есть и другой вы, который стоит над вами с палкой и говорит «Ты опять думаешь?» «Ты всегда думаешь?» «Хлоп!» «Вот зенит колокольчик для практики Тонглин, а ты не практиковал Тонглин и секунды». «Шлеп!» «Вы говорите себе?» «Я не могу этого сделать!» «Я безнадежен!» «Похоже, что всем остальным это неплохо удается, а вот во мне совершенно нет фундаментальной добродетели». «Вы устраиваете себе порку и совершенно забываете о доброте, а если и вспоминаете о ней, то говорите «Ты совсем недобр, хлоп!» «Вы слышите такой афоризм, как всегда поддерживает только радостный ум, и следующие две недели постоянно раздаете себе подзатыльники за то, что не испытываете радости». Это довольно тяжелый свидетель. Расслабьтесь, не придавайте этому такого значения. Ключ к тому, чтобы чувствовать себя как дома, в своих теле, уме и эмоциях, ощущать, что вы заслуживаете жить на этой планете, происходит из способности выдохнуть и расслабиться. «Вдомчивость, серьезный взгляд на все в нашей жизни, в том числе на практику, ориентированная на цель отношения, говорящая «либо сделать, либо умереть», это самый большой облом в мире. Мы не можем ничего оценить по достоинству, поскольку относимся ко всему с гробовой серьезностью. В отличие от такого отношения, радостный ум очень обычный и расслабленный. Однажды во время ретрита я читала традиционный текст, в котором говорилось о блаженстве и особых переживаниях. Я начала чувствовать себя полным ничтожеством. Я чувствовала себя такой никудышной, поскольку у меня никогда не было переживаний, которые походили бы на блаженство, ясность, или светоносность. Я начала ощущать депрессию, так как не была достойна ни одного из этих блестящих слов. К счастью, я отложил эту книгу в сторону и взяла что-то попроще о том, как просто быть живым, тем, кто ты есть прямо сейчас. Ничего особенного, ничего грандиозного, все обычно, просто держать глаза и уши открытыми и поддерживать пробужденность. Эти простые наставления приободрили меня, поскольку я чувствовала, что могу им следовать. Когда ваше устремление это облегчение, у вас появляется чувство юмора. Происходящее событие просто раз за разом лопают ваше серьезное состояние ума, как мыльный пузырь. Помимо чувства юмора, базовой опорой для радостного ума являются любопытство, игривое внимание, проявление интереса к окружающему мир. На самом деле вам не обязательно быть счастливыми, а вот любопытство без тяжелого осуждающего отношения бывает полезным. Если вы все же осуждаете, то можете проявить любопытство к этому. Замечайте все, цените все, включая самые обычные вещи. Так мы настраиваемся на радость и веселье. Любопытство, а также простое напоминание себе сделать что-то по-другому, поощряет к веселости. Мы настолько захвачены ощущением тяжести, очень важной радости или очень важного несчастья, что иногда бывает полезно поменять паттерн. Помогает все, что необычно и Тонглин определенно что-то необычное. Эта практика связана с перепрошивкой паттернов, изменением базового паттерна и обнурением наших паттернов. Вообще-то вы можете просто подойти к окну и посмотреть на небо. Вы можете плеснуть себя в лицо холодной водой, спеть в душе или сходить на пробежку, сделать любую вещь, нарушающую ваш обычный паттерн. Благодаря этому вещи становятся легче. Недавно я прочла историю о женщине, которая всю свою жизнь была угрюмой. С возрастом она становилась все более раздражительной и сложной. Потом она заболела раком, и по какой-то удивительной причине, после первоначального периода сопротивления и гнева, вместо того, чтобы стать еще более угрюмой, начала приободряться. Чем больше отказывало ее тело, тем счастливее она становилась. Она постоянно говорила о том, как рада, что у нее есть это время, чтобы насладиться жизнью, ведь она никогда не делала этого до того, как заболела. Наконец, за день до своей смерти, она впала в куму. Вся ее семья, все больше и больше любившая ее, после долгих лет, когда она была занозой в мягком месте, собралась вокруг ее постели в слезах и печали. Все они выглядели так же, как прежде всегда выглядела она сама. Перед самой своей смертью она открыла глаза, увидела их всех стоящих вокруг нее и сказала «Боже, вы все выглядите такими несчастными, что-то не так?» Она умерла смеясь. И так афоризмы «Всегда поддерживай только радостный ум» и если ты можешь практиковать даже с отвлечениями «Ты хорошо тренирован» подразумевают, что лучший дар, который вы можете себе преподнести, это расслабиться. Один из способов сделать это – позволить отвлечению вернуть вас в настоящий момент. Другой способ – быть любопытными. кроме того, когда все становится по-настоящему тяжелым, и вы чувствуете, что застряли либо в радости, либо в несчастье, просто сделайте что-то по-другому, чтобы изменить паттерн. Хороший пример того, что можно сделать – это практика Тонглин. Но на этом еще не конец, вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео, напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт Портал обучения и саморазвития, где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться мышления и мировоззрения. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня, а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова